Всем привет, друзья мои! А у нас лето! Доброго утра, доброго времени суток! Посмотрите на это море! С утра было холодно, я уже с 8 часов на набережной и встала сегодня, начало 6-7. Исправляется, Света, марафон? Исправляет, девочки мотивирует. Так что возвращаюсь уже домой. Удачного дня! Как я себя люблю! Мои дорогие зрители! Четвертый день марафона и Светлана вспомнила старые рецепты. Я же и с девочками еще провожу марафон. С ними делюсь. И вот напекла себе это называется нутовый омлет. Сюда входит мука нутовая, одна луковица, один помидор, один болгарский. Болгарский помидор по 100 грамм. И болгарский, я знаете, как сделала? На терке кожица ушла, и жидкость появилась, и вот поэтому так вкусно. Куркума, чья, тмин, боже, тут все есть. И вот такой кусочек колбаски хотела себе. Вкусный. И чай. Чай травяной. вот сижу на балконе. Вот сижу на балконе. Я решила сегодня достать свой матрас. Матрас решила. Да, и цветочки полила, естественно. Что-то хочется мне перчика. Вроде бы положила. Ага, не такой горький. И этот перчик надо собрать. Как вы думаете? А вот какой у меня. Как вы сейчас покушаете? Вот этот красненький попробовать? Ну, такой, наверное, горький, горький. Ну, вот, мои дорогие. Завтракаю я. Сегодня у меня бомба. И много чего интересного, как всегда. А, тучки, тучки, тучки. Смотрите, тучки закрывают. Такая женщина пошла красивая. Русскоязычная. Она на меня так посмотрела. Вот так вот. И пошла. О чем бы я хотела вам рассказать? Сегодня ночью что у нас случилось с Ситой? Мой муж в шоке. Я утром открываю телефон, а там сообщение от мужа, что он пишет, собаки во дворе не выходили. Как его не выходить? Никаких собак, естественно, не было. Он отправил письмо половина пятого. Как раз девчонки еще не пришли. Сегодня мы задержались с Сиогой в связи с тем, что я ходила за посылкой, поэтому их нет. Можно посидеть и вам записать спокойно. Красивое видео. Оказывается, когда мы спустились, мой муж там начал обсуждать это с соседями. Любят подтриндеть вообще соседи. И оказывается, 10 здоровых собак. Надо расправить лоб, чтобы не было морщин или закрыть челочкой. Вот так же делают, да? Многие блоки. Друзья мои, продолжаю рассказ наконец-то. 10 собак зашли во двор. У нас же там кошечки. Разорвали одну кошку и утащили ее. Это было в 5 часов. Это рассказывает Капельджи. Мурат рассказывал, что такое было. И в общем, такая вот неприятная история. Мой муж в панике. Он очень боится собак. Очень. Я говорю, ты не бойся ради Бога. Собак бояться не надо. Они ведь чувствуют это и нападают на тебя. Я вообще... Людей надо бояться. Люди такие непредсказуемые. Вы знаете, у меня такой случай, я даже не знаю, почему попадаются мне такие люди непонятные. Мне так иногда обидно, когда они приходят к тебе в тот момент, когда им очень тяжело, когда им сложно, они плачутся. Ты их поддерживаешь каждый день, успокаиваешь, восстанавливаешь, даешь какой-то шанс, какую-то ниточку. И потом они говорят спасибо, спасибо, спасибо. И через какой-то промежуток времени ты от них получаешь такую удар в спину, просто обалдеть, что они тебя игнорируют. Такое может быть? Ну ничего, Вселенная и мир позаботятся обо мне и уберут с моей жизни, с моего пути таких людей, которые пользуются мной. Может, Светлана наконец-то поумнеет. И поэтому, когда у меня кто-то хочет познакомиться, со мной встретиться, поговорить, вы знаете, что я уже торможу себя не совсем, не соглашаюсь со всеми. я чувствую, наверное, по людям. Хотя, вот я тоже чувствовала, я тоже девочку. Вот так она поступила. Ну ничего, что делать? Что, плакать сейчас? Светлана плакать не будет. Очередной урок. Будет умнее в следующий раз. И когда со мной кто-то хочет познакомиться, я уже осторожно не... В принципе, знаете, слежу за этим и контролирую ситуацию. И не со всеми соглашаюсь. Смотрю уже, кто что из себя представляет. В принципе, не можешь узнать. Это вначале все такие хорошие, все страдающие, все это, а потом они от них. Чего не ожидаешь, получаешь. Поэтому дай Бог вселенная, чтобы убирала не таких людей и только оставляла хороших. А у нас сегодня еще одна неприятная новость. Выключают у нас свет. Связано это с тем, что новый наш такой люксовый дом, который там будет идти какие-то работы. И я с утра сегодня все и постирала, и воды поднабрала, чтобы спокойно жить. И знаете, что я решила? Мой муж сейчас, наверное, ляжет отдыхать. А я решила, а я решила. У меня есть курточка. Оденусь. Сейчас встречу с девчонками, кто придет. И сяду, почитаю книжку. Что хотела сказать насчет моего клуба. И в клубе тоже у нас какие-то такие изменения проходят. Многие девочки нашли работу, поэтому их нет с нами. Но другие приходят. жизнь такова. Не надо на этом заострять внимание. Как есть, так и есть. Я с этим выполняю свою работу от души и сердца. Прихожу, независимо от чего. Даже сегодня вот думала, что опоздаю и пришла вперед. Раньше все. Суна говорила вам, мои дорогие. Желаю вам прекрасного настроения. Да, и еще вам хочу сказать. Я подключила функцию спонсорства. Если у кого-то из вас будет желание стать спонсорами моими, это как ежемесячная подписка, я сделала самый минимум просто посмотреть, как это работает. Ну, и сделать для себя кое-какие выводы. И самый минимум просто смешно. Поэтому под каждым видео есть спонсирование черного. И я буду очень благодарна, если мои постоянные подписчики хотя бы станут моими спонсорами, я буду вам очень признательна. Потому что каждый труд должен цениться не так, как ценит его Ютуб. Ну, и будет приятно вообще. Сколько лет я занимаюсь этим делом, да? Что и такое, копейки просто. Все там так связано быстро, все поступает куда надо, так что становитесь моими спонсорами. Я буду вам очень благодарна. гулялась я от души, пришла домой, света нет, ой, блин, настроения нет. И тут меня радует только посылка. Приходит вот в таком контейнере, тут лед, смотрите, упакованное. Мне пришло вот такие сыры. Давайте почитаем вместе с вами риблашон. Тут и срок годности. Видите, все пишут риблашон. следующий горгон зола. Смотрите, мои дорогие, Олечка. И тут кто делает наргиза из Стамбула. Вот вот такой сыр с плесенью. Так, этот итальянский итальянский твердый сыр. Так, мой муж открыл джодиота. Джодиота. Обалденно вкусный. Обалденно. И Russian. Russian. Тоже мне так интересно. А сейчас я хочу посмотреть шесть сыров. Спасибо большое, моя дорогая. Сейчас посмотрим, какой это сырочек. Как интересно. Вместе с вами отрежем кусочек. И все продегустируем. вкусненькие. Я, может, не разбираю с них. Мне все нравится. Свет падает. Надеюсь, хороший. Этот пока не буду открывать ребюшон. И этот уже ребюшон. Два таких ребюшона. И все. Будем пробовать сейчас. Этот я попробовала, этот я попробовала, этот я раньше попробовала, а этот сейчас попробую. Приятного аппетита. Буду разогревать свой борщ, потому что уже начало третьего, а я еще со вчерашнего дня ничего не кушала, кроме яблочка. Все, целую вас. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. И на кнопку спонсировать. Если вы не нашли, супер спасибо. Благодарю вас. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.